МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». Сегодня мы рассказываем вам об истории мировой художественной культуры и религии. Меня зовут Виктория Маркова. Тема нашего рассказа – картины Николая Пуссена в собрании музея. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В собрании Государственного музея изобразительства имени Пушкина хранится замечательная коллекция картин великого французского художника XVII века Николая Пуссена. Эти картины позволяют проследить творческий путь художника, его эволюцию, изменение его творческих замыслов, творческого почерка. И это тем более интересно, что в жизни Пуссена произошло очень важное событие. В 1624 году Пуссен из Франции приехал в Рим. Он поселился в Риме надолго. Смерть его настигла именно в Риме в 1665 году. Так что практически большую часть своей жизни он провел в Италии и именно в Риме, с которым его связывали очень тесные узы. В Риме он попал в совершенно новую среду, которая неведома ему была в молодые годы, пока он жил во Франции. Он попал в город античный, город, который дышал тысячелетней историей. Там его окружали памятники великого античного искусства, архитектуры, скульптуры, живописи. Он попал в Рим, который к тому времени уже обладал великими шедеврами искусства эпохи Возрождения, произведения Мерафаэля, фреска Мерафаэля, картина Мерафаэля и многих других художников эпохи Ренессанса. 1924 год. Пуссен поселился в самом центре Рима, недалеко от Испанской площади, где уже к этому времени обосновалась колония французских художников. И он стал испытывать нужду в заказчиках, в заработке. И он исполнил в тот момент, именно в тот момент своей жизни, практически в первый год своего пребывания в Риме, он исполнил две картины, две битвы. Одна из этих битв находится в собрании нашего музея. Это битва израильтян с амареями. Сюжет взят из истории Иисуса Новина. И в этой битве как бы сконцентрировались новые впечатления Пуссена от увиденных им античных памятников, прежде всего античных рельефов. С другой стороны, весь тот багаж, который был накоплен Пуссеном до приезда в Рим. То есть мы видим в этой картине как бы соединение того, что художник уже знал и умел, находясь во Франции, и всеми новыми впечатлениями, которые он впитал, находясь в Риме. В Риме он проникается новым духом этого города, прежде всего античным. Его интересуют мифологические сюжеты. И он пишет довольно много картин на сюжеты мифологии, как бы вдохновляясь античными памятниками, но одновременно умея очень тонко переносить их в какую-то новую среду, вдохнуть в них новую атмосферу, атмосферу реальной как бы жизни. И вот примером этого служит замечательная небольшая картина, сатир Ивак Ханка из нашего музея. Она тоже написана вскоре после битвы, в конце 1620-х годов. Еще не очень много времени прошло после приезда Пуссена в Рим. И уже к 30-40-м годам творчество этого художника достигает полной творческой зрелости. Именно в этот период он пишет свою замечательную картину «Великодушие Сапиона», которая была исполнена около 1640-го года. Поскольку найден документ, точно указывающий дату создания, мы можем говорить об этом с уверенностью. Картина «Великодушие Сапиона» является такой уже квинтэссенцией как бы зрелого творчества Пуссена. Это своеобразная формула направления, создателем которого и стал Пуссен. Это направление получило название «Классицизм». Это одно из ведущих направлений европейской живописи 17-го века. Сюжет этой картины восходит к Титу Ливию, и к нему же обращался в XIV веке и великий итальянский поэт Петрарко. Этот сюжет как бы использовался, он получил очень широкое распространение в итальянском искусстве эпохи Возрождения и рассматривался в эпоху Ренессанса как великий акт милосердия. Сюжет таков. Сапион-старший после завоевания нового Карфагена, города в Испании, ему в качестве дара за одержанные им победы была предложена красавица-девушка. Однако Сапион, узнав о том, что у девушки есть жених, проявил невероятное благородство и вернул девушку жениху. И в картине изображается Сапион, сидящий на троне, позади него фигура Славы, которая венчает его венком, и перед ним фигура склонившегося юноши, это жених девушки. Слева от Пуссена стоит девушка, он жестом показывает, как бы, что он возвращает ее жениху. Рядом родственники девушки, которые пришли, согласно сюжету, с богатыми дарами, с золотыми сосудами и так далее. Пуссен отказался от этих даров и вернул их в качестве подарка новобрачному. Эта картина типична для искусства классицизма, поскольку в ней присутствует высокая благородная идея как главный стержень этой композиции. И затем ее композиция построена таким образом, что мы легко прочитываем сюжет, в котором как раз и раскрыто благородство великого человека, способного на самопожертвование. И именно это и воспевает художникам. Искусство классицизма, которое стало одним из важнейших явлений искусства европейского XVII века, и не только XVII века, потому что идеи классицизма в европейском искусстве жили до середины XIX века фактически. Энгра и других художников-классицистов XIX века. Это искусство как бы соединило в себе истоки, великие истоки античности, эпохи Возрождения с благородными и высокими идеями такого общественного порядка. И в этом заслуга классицизма перед мировым искусством. Всего доброго! Сегодня мы рассказывали вам об истории мировой художественной культуры и религии. Смотрите программу «Семь дней истории». Завтра вы услышите об истории древнего мира.